Доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы зайдем и посмотрим проект под названием Salute RP, который находится на базе мультиплеерной платформы Rage MP. Ну и начнем с меню кастомизации нашего персонажа. В общем так меню никаких претензий нет, все достаточно сделано интуитивно. Для персонажа можно крутить движением мышки вправо-влево, вверх-вниз, очень удобно, красочно, ну и в общем-то вот то, что вы видите, вот так вот оно оформлено. Я бы сказал так, достаточно классически это сделано. Ну делаем с его персонажем, попробую сделать его наиболее ублюдским и будем заходить в игру. Ну и перед выходом в город, должен наверное сказать, что так как меню такое более классическое, что ли, нету выбора первоначальной одежды. Вот то есть вот как мы сейчас появимся, так и появимся. Ничего нам, к сожалению, не предлагается. Ну ладно, хватит разговаривать о меню, давайте заходить. Ну а при заходе хочется отметить то, что персонаж к первому своему заданию, к вот этому NPC-шке идет сам. Это не я им управляю, он сам подошел вот к этому NPC-шке для получения первоначальных ознакомительных квестов. Ну и давайте уже посмотрим, что же за квесты нам здесь предлагаются. Йо, бро, добро пожаловать в штат. Сразу ближе к делу. Ты меня не знаешь, но про тебя мне уже рассказали. Слушай меня внимательно, если не хочешь жить на улице и доедать испорченные бургеры. Бери в аренду байк и едь покупать сим-карту. Без связи ты не выживешь в этом городе. Эй да, меня не ищи. Я сам найду тебя. Все понял? Ну вот, таким вот образом мы поняли, что есть на этом проекте изначальная линейка квестов. Разнакомительная такая вот для новичков. И в общем-то по этому квесту нам надо купить сим-карту и вставить ее. А перед этим арендовать мопед. Чем мы сейчас и занимаемся. Ну и отправляемся далее. Выполнять вот эти вот несложные задания. Первые, по крайней мере, несложные задания. Ну и не могу не отметить того факта, что когда вы заводите скутер, да и вообще любую технику, вам по ушам сразу же не бьет радио. Радио на этом проекте вырезано. И вам не надо будет судорожно его пытаться выключить. Ну а мы уже добрались до ближайшего магазина. И вот здесь вот на этой точке мне понравилось очень многое. Во-первых, первое, смотрите, когда вы слезаете с транспорта, загорается табличка и идет таймер. Таймер вашей аренды. То есть вы всегда видите, сколько вам осталось. И смотрите дальше, какое красивое и крупное меню. Я всегда обращаю на это внимание, потому что обычно делается очень мелко. Здесь и красивое, и крупное, и еще есть корзина. То есть вы сначала все предметы покупаете в корзину. И к тому же есть два способа оплаты. Вы тут же можете оплатить по карте или наличкой. Это тоже встречается достаточно нечасто. И я это уже показывал в своих обзорах, что почему вы не делаете два вида оплаты. Ведь ходим с карточками. На одном проекте я даже говорил, что, боже мой, в реальности мы ходим, оплачиваем свои покупки с телефона, а здесь мы до сих пор бегаем и оплачиваем наличкой. Здесь же с этим сделали вот так вот. То есть два вида оплаты. Карта или наличка. Дальше меню. Ну, здесь в меню, в инвентарь выведено все. Ну, к меню, к инвентарю тоже проблем никаких нет, никаких претензий. Все крупно, достойно. К сожалению, не везде крупно. Вот, например, здесь надписи очень мелкие. Но зато здесь мне понравилась сама система настроек. Сейчас мы к ним вернемся. А пока полистаем дальше. Хотя, на самом деле, здесь уже смотреть-то и нечего. Следующая вкладка меню доната. Ну, тут тоже для донатеров, кому интересно, вот здесь есть все. А далее еще просто пока не оформлено. Поэтому выходим из магазина и вернемся к тому меню, которое я только что говорил. И вот заметьте, есть индикаторы питания, да? Они находятся возле мини-карты. Видите, вот жажда и еда. Они прямо вот на мини-карту помещены. Здесь их можно перемещать. Заходим в меню. Вот эти вот ползуночки, они тут, в общем-то, играют огромную роль. Выкручиваем один из ползунков, возвращаемся. И заметьте, теперь индикаторы находятся в правом нижнем углу. Они переместились. Это я вижу, на самом деле, первый раз. Я видел проекты, где прятали эти индикаторы. А здесь не только их прячут, а их еще можно и ставить. Вот видите, я их вернул обратно на мини-карту. Но и на этом еще не все заканчивается. Здесь в настройках есть и еще один интересный пункт. Вот я все время говорю, да, что слишком мелко пишут. Так здесь можно настраивать. Смотрите, выкручиваем ползунки. Здесь много всяких настроек. То есть можно с ними поиграться под ваш вкус. И действительно, я такое вижу первый раз. Ну, играемся с ползуночками, настраиваем их так, как нам надо. Выходим и посмотрите теперь, как все крупно. То есть, если вам что-то не прочитать, не рассмотреть, пожалуйста, на полэкрана можно настроить. То есть выбирайте сами. Прикольно сделано. Очень прикольно, доступно и интересно. Ну ладно, возвращаемся обратно к заданиям. Мы выполнили первую часть квеста. Купили сим-карту, в общем, вставили, все нормально. Теперь надо переходить на вторую часть. А для этого надо зайти в телефон, в сообщениях. И здесь есть голосовое сообщение. Читаем. Ну что ж, не будем его подводить. И выдвигаемся на первое рабочее занятие, которое идет по линейке этого квеста. Надо вообще сказать, что находится это недалеко. И вообще по линейке нас протащит абсолютно по всем рабочим занятиям. Ну, это я уже забегаю вперед. А пока у нас стройка. Выглядит это вот так. То есть, место нас не удивляет. Это обычное. А вот оформлено все достаточно красиво. Опять крупно, ярко. В общем-то, с разъяснениями. И даже с ценой. Нет, ну, к исполнению действительно вопросов нет. На каждом рабочем занятии есть вот такая вот красивая табличка. Ну, а принцип рабочего занятия, в общем-то, достаточно стандартный. Загораются рандомные точки на этом строительном объекте. Ну, а выглядит это вот таким вот образом. Это такая мини-флэш-игрушечка. У вас загорается. Нечто подобное я уже показывал. Вот я пока пристреливался здесь. Пытался понять, как вообще. На самом деле, все очень просто. Наводите курсор на самый кончик гвоздя, то есть, на шляпку. Нажимаете левую кнопку мыши, и он его забивает. Нечто подобное я уже показывал. Был такой проект. Даже не один, по-моему, даже два. Я показывал проекты, где тоже вот такие вот флэш-игрушечки вместо рабочих занятий. Я бы, наверное, сказал, что вот это вот дело на любителя. Вот как вы сейчас видите, да, вот в этих вот заставочках видео тоже представлены вот такие же рабочие занятия. И, как я сказал, это, наверное, на любителя. Я к этому классу не отношусь. Я больше люблю, когда персонаж выполняет какую-то анимацию. То есть, я вот тоже показывал, на многих проектах есть красивый, там, работа сварщика. Мы подходим, взаимодействуем. Там он работает сварочным аппаратом, или заколачивает гвозди, или какую-то шкурку берет в руки и зашкуривает стены. Мне больше по душе вот такая вот анимация. Вот эти вот флэш-игры, ну, как я и сказал, наверное, это на любителя. Я уверен, что кому-нибудь это нравится. Ну, я не сторонник вот подобного. Я поиграл уже на нескольких проектах, где вот такие вот флэш-игры. И, ну, мне почему-то меня это не как-то не цепляет вообще. Не знаю, мне это не нравится. Но я уверен, что кому-то это очень даже заходит, и это по душе. Ну, и я думаю, что принцип, смысл, ну, и визуал этого рабочего занятия вам понятен, да? Поэтому давайте переходить дальше. А для этого опять обращаемся к телефону, в котором выбираем сообщение. Ну, и слушаем, что же он скажет на этот раз. Ну, конец так конец, отправляемся дальше на следующее рабочее занятие. Но вот здесь есть одна неувязочка. И я должен сказать, что вообще на проекте во всех ключевых точках, как вот это вот рабочее занятие, есть аренда скутеров. И здесь она тоже есть, но она почему-то стоит не вот в этом вот локации, а недалеко. Ну, как недалеко? Пешком бежать все-таки занимает время. И почему бы ее не перенести вот прямо сюда, на это рабочее занятие, на стройку, непонятно. Надо бежать за скутером, хотя это вот на таком расстоянии находится. Но на всех остальных ключевых точках аренда скутера имеется. Ну, а здесь придется немножко пробежаться. Ну, ладно, пробежались, взяли скутер, едем дальше. И следующее рабочее занятие у нас называется мусоровозчик. Я уже говорил, по-моему, на каком-то проекте, что, ну, мусоровозчик какой-то... Если бы это было отношение к машине, я бы еще мог назвать машину-мусоровозчик. Но здесь идет специальность-то водитель мусоровозной машины. То есть, ну, как бы мусоровозчик не как-то... ну, режет ухо, не знаю. Почему-то так вот. Ну, подобную работу я уже показывал на проекте, по-моему, Маджестик. Да, на Маджестике есть похожая работа, но выполнена она, правда, надо сказать, на Маджестике покрасивее и поудобнее. Когда-то на Маджестике была вот именно такая работа, как здесь. Вот, как видите, у нас теперь есть россыпь точек. И на Маджестике было раньше так. Я даже думаю, что это один и тот же скрипт. Кстати, сам проект Маджестик и какие там рабочие занятия можете посмотреть вот по этой вот ссылочке. Но потом на Маджестике переделали, и там едешь в одну локацию, и в одной локации собираешь. Там из одного бачка даже по нескольку раз собираешь мусор. Ну, а здесь это выполнено вот таким вот образом. На самом деле, я считаю, что вот это, наверное, лучшая работа на этом проекте. Ну, в дальнейшем вы посмотрите, и у вас будет возможность выбрать и посмотреть, какая действительно работа лучше. Работы здесь есть, и я их покажу все. Ну, а это выглядит вот таким вот образом. На мусоровозной машине мы ездим по точкам. Я пытался посчитать, сколько точек. Мне показалось их свыше ста. И все я, естественно, их проехать не смог. Как это выглядит, вы видите. К сожалению, нету точки, куда именно надо носить мусор. Вот опять же таки, на том же Маджестике загорается желтый триггер сзади машины. И грузить мешки надо только сзади машины. На этом же рабочем занятии вы просто подходите к машине, нажимаете букву Е, и мешок куда-то испаряется. Ну, вот, и мне кажется, что немножко недоделана она. Или просто, может быть, если это тот же самый скрипт, то, может быть, зачем-то убрали вот эту вот точку, куда надо носить мешки. И теперь мешки можно носить, ну, в любую часть машины. Около кабины, сбоку, сзади, где угодно. Подходите, нажимаете Е, и мешок исчезает. Не знаю, но мне кажется, что вот немножко она недоработана. Ну, а в принципе, выглядит она вот так вот. И, как я и сказал, мне кажется, что это лучшая работа на проекте. Ну, тут уж, наверное, дело вкуса, и сейчас мы посмотрим все работы, и уже можно будет судить. Ну, а по заданию мне нужно было проехать всего 15 таких вот помойных бачков. Я проехал больше. Я даже сначала загорелся идеей проехать вообще все. Но когда понял, что мне это не осилить, в общем-то, достаточно быстро закончил эту деятельность. Ну, и давайте передвигаться дальше. А то и заканчиваем это рабочее занятие, и опять переходим в телефон, в который нам уже пришло сообщение. Ну, и давайте его прослушаем. Бро, тебе нет равных. Приятель остался доволен тобой и всегда будет ждать тебя на работе. Но у нас случилась беда. Несколько трансформаторных будок вышло из строя в штате. Ты разбираешься в электрике? Хотя, даже если не разбираешься, то по ходу дело поймешь. Главное, чтобы не умер во время работы. Шучу. Вся надежда только на тебя. Ну, а раз надежда только на меня, ну что ж, ничего не остается. Как двигаться дальше по этой линейке квестов и ехать на работу электрика? Ну, только вот ехать не на чем. Я ругался на работу строителя, что там нету близко аренды. А вот на этой точке еще хуже. Поблизости нету вообще ничего. И опять недосмотр разработчиков. Точки, как вы видите, есть, но они находятся вообще в какой-то глухомане, где на самом деле даже и ключевых точек-то нету. Там вообще ничего нету. Зачем их туда поставили? Непонятно. Ну, ладно, что ж, опять бежим, а потом идем на работу электрика. И вот, кстати, на работе электрика аж две точки аренды скутера. Правда, одна не работает. Ну, ладно. Переходим к самой работе. Как всегда, очень красивое оформление. Ну, а работа, я бы сказал, такая. Ну, работа как работа. Не могу сказать, что она уж очень отвратительна. Она чем-то похожа на самом деле на курьерскую работу. Может быть, даже, опять же-таки, взят этот же скрипт, скрипт работы курьера. Но, вот, как видите, подъезжаем на точку. И тут идет какая-то детская развивающая игрушка, наверное, для трех-четырехлетнего ребенка. Не очень мне это понравилось. Я подобное видел на проекте Радмир. И там она мне не понравилась. Тоже там такая лохматка. Ее надо растягивать в разные стороны. Глупость какая-то. Ну, и вот здесь тоже самое. Ну, некрасивая, неинтересная и такая вот. Ну, смотрите, в общем, сами. Если кто-то фанатеет вот от подобного, то, наверное, это ваш проект. Ну, а мне вот совсем не нравится. Мне не нравятся и флеш-игры, и вот эта вот хрень мне тоже не нравится. Лучше бы заменили серьезно какой-нибудь простейшей даже анимацией. Там вот он ковыряется в щитке и поехал дальше. Вот эта вот шняга. Не знаю. Ну, вот мне не нравится. Это лично мое. Я не говорю, что это уж совсем плохо. Как я и говорил, найдутся люди, которым это нравится. Мне лично вот не заходит какая-то эта, не знаю, хрень. Ну, в общем, вот так вот выглядит, как вы сейчас можете заметить. Ездим по точкам. Точки в одном райончике. Разброса большого нет. Прямо вот здесь недалеко катаемся. Очень часто точки повторяются. Поэтому по напряженности я бы не сказал, что это напряжено. Такая достаточно лайтовая работа. Ну, вот единственное, что вот эта вот хрень с проводульками, с этими, мне почему-то не зашла. Ну, может быть, это только мне не нравится, а вам, например, кто сейчас посмотрит это видео, зайдет. Ну, и давайте тогда уже будем заканчивать с этой работой и переходить на следующую. И, как я ранее сказал, что данный квест идет через все рабочие занятия этого проекта. То есть в самом аэропорту, как мы только взялись за этот квест, он проведет нас абсолютно по всем рабочим занятиям. А проведет он нас по этим занятиям, потому что на этом проекте уровни есть, но рабочие занятия к этим уровням не привязаны. Вы можете заниматься чем угодно. Ну, это уж судите сами. Кому-то это нравится, кто-то говорит, что без уровней и без пошаговости это не проект. Ну, мнения разные. Мне, например, уровни не особо заходят, и ждать там днями и часами, пока у тебя откроется новый уровень, и бездельничать это время, тоже такое себе решение. Ну, и соглашусь с тем, что и уровни, если они грамотно сделаны, тоже прикольная вещь. Но здесь уровней нет, занимайтесь чем хотите. Ну, и мы переходим дальше. Ну, что ж, рыбалка так рыбалка. Обычно я рыбалку не показываю, потому что не считаю это за рабочее занятие. Это, скорее всего, отдых или хобби, но никак не рабочее занятие. Ну, ладно, едем в магазин для того, чтобы купить удочку. Здесь первая загвоздка. Ну, я не имею в виду, что в магазине загвоздка. Я уже хвалил, меню очень красивое, понятное. Но стоимость самой удочки очень уж велика по этой экономике. Ну, так сказать, 4 удочки и можно купить дом. Дом стоит 30 тысяч, ну, а здесь, в общем-то, 5 с лишним тысяч стоит удочка. И вторая загвоздка. Вот точка продажи рыбы. А синяя это место ловли. И вот посмотрите, сколько таких мест на карте. Но только какой смысл в этих местах, если точка продажи всего одна? Кто ж поедет на самую дальнюю точку, если там нету торговца рыбой? Естественно, все прутся в то место, где стоит этот торгаш. То есть все остальные места, это можно сказать просто так. Но не поедет никто туда, потому что торгаша там нету. А кому интересно там ради 25 там рыбок мотаться через всю карту? Ну, глупость же, глупость. Ну, ладно, отправляемся на место и вот как выглядит тут ловля рыбы. Я не хожу по рыболовецким вот этим местам и никогда не показываю в обзорах ловлю рыбы. Поэтому смотрите сами. Если кто-то этим любит заниматься, то это вот здесь выглядит вот таким вот образом. В какой-то определенный момент выскакивает шкала, там есть указатель, и вам надо остановить эту шкалу вот в этом указателе. Когда этот указатель показывается в самом начале, не стоит горячиться. Указатель стоит в начале, шкала идет до конца и возвращается. И у вас есть возможность нажать еще раз. Если вы попали четко в указатель, шкала остановилась, значит рыбку вы поймали. Рыбка выпадает рандомно. Видимо, есть какая-то дорогая рыбка, какая-то дешевая. Ну, как это тут устроено, честно говоря, я не особо знаю. Как я и сказал, я не хожу по вот этим вот рыбацким занятиям, не считая их рабочими. Хотя на некоторых проектах это очень выгодно, но не на этом проекте. Я наловил порядка 20, наверное, рыб, где-то так. Потратил приличное количество времени и приличное количество наживки. Я взял 15 наживки, но наживка как кончается, я не понял. Видимо, когда ты ловишь рыбу, наживка остается, а когда рыба соскальзывает, наживка, видимо, исчезает. Но после продажи вы сейчас это можете заметить. Вот я продал эту рыбу, и вот тут-то мне не понравилось то, что я увидел. Времени я потратил много, ну, как бы, интереса мне это не доставило, удовольствие тоже. А по деньгам я конкретно просел. То есть я даже не окупил удочку за вот это вот время. А если бы я это время потратил, например, на работе мусорщика, у меня было бы уже косарей 10. А так я не заработал даже и пятерки. Поэтому смотрите сами. Кому понравилось данное вот занятие, не могу его назвать рабочим, то вот такое вот оно. Я, честно говоря, мне не с чем сравнивать, я не хожу по этим вот рыбацким занятиям. Ну и пошли дальше. Уже не будем пользоваться телефоном, хотя надо идти на следующее занятие именно через телефон. Так эта цепочка квеста нас и ведет на следующее рабочее занятие, а это занятие садовника. И оно находится в том же месте, где и на том же, например, Red Age, да? Но выглядит оно, как вы можете заметить, совсем по-другому. И да, здесь тоже стоит вот эта мини-флэш-игрушечка. Выглядит она вот таким вот образом. У нас есть ножницы. Проводим эти ножницы в самое начало вот этой вот нарисованной травки. Зажимаем левую кнопку мыши и проводим вправо. И он такой вот ровненькой полоской отрезает. Можно жмыхать кнопку, но лучше зажимать ее и вести. В общем-то вот такое вот занятие. Опять это игрушечка, которая здесь встроена во многие рабочие занятия. Ну, я уже свое мнение сказал, мне это не особо. Я не могу сказать, что это плохо. Вот не могу. У меня язык не поворачивается и говорит, что это вот отвратительно. Нет. Но это, наверное, все-таки на любителя. Не знаю, мне вот, ну, никак не заходит. Я уже много их посмотрел, всяких разных. И сбор листьев, и сбор апельсинов, и там работа дрелью даже есть. Работа такая же вот тоже, флэш-игрушечка маленькая. Не знаю, мне это как-то вот не нравится. Но если вы поклонник подобного, то на этом проекте вот есть такие рабочие занятия. Ну, и, наверное, не будем на нем задерживаться, потому что время нас уже поджимает. Давайте посмотрим еще несколько фишек этого проекта. Это, например, автомагазин. Выглядит автомагазин вот таким вот образом. Здесь же мы сейчас прикупим какую-нибудь машинку, чтобы проехать на еще одну точку, которую хотелось бы вам показать. Ну, магазин как магазин. В общем-то, мне его и хвалить, и ругать тут тоже нет никакого смысла. В общем-то, модельки стоят ровно. Есть отдаление приближения, достаточно ровное прокручивание. Цвета, вы видите, что-то мне этот магазин напоминает. Ну, вот, хоть убейте, не могу вспомнить. Но где-то я уже подобное видел. Хотя, может быть, и ошибаюсь. Есть машинки добавленные, то есть модмейкерские. Есть и стоковые. Вот машинку, которую я купил, я не пойму. Похоже на стоковую. А вот если внутри посмотреть, то она вроде бы как и модмейкерская. Но модели у нее какой-то вот такой его, по-моему, даже и нету. Ну, и ладно. Вот такой вот магазин, такая вот у меня машинка. И теперь едем в риэлторское агентство. Наверное, внимательный зритель заметил, что на карте нету ни одного. Ни красненького домика, ни зелененького домика. Домов на карте нету. За ними надо ехать вот в такое вот риэлторское агентство, где вы можете себе подобрать дом. Такое я показывал, например, на проекте Grand RP. Там тоже есть подобное. Правда, там недвижимости нету ни хрена. И риэлторское агентство есть, а ничего там купить невозможно. Такая себе тоже затея. Но вот здесь это выполнено вот таким образом. И, в принципе, прикольно, задумано, да? И карту не нагружают это огромное количество иконок с домами. Но выбрать вот здесь дом, такая себе тоже задача, я вам скажу. Где находится этот дом, как он выглядит, какой у него интерьер. То есть ни посмотреть, ни пощупать. В общем-то, ничего этого сделать нельзя. Но можно проложить маршрут до дома, но это такое себе. Ну, а цены? Цены, я бы сказал, достаточно приемлемые. Если честно, на дом за 30 тысяч вы можете заработать, наверное, часа за два, максимум за три. Ну, если зайдете и поиграете. И дом у вас уже будет. Нужен ли дом? Не знаю. Машину я, как видите, купил без дома. Ну, наверное, нужен, если вы будете играть на этом проекте. Вот такая, в общем, здесь вот система покупки недвижимости. Ну, а более мне показать-то, наверное, и нечего. Посему на этом и будем заканчивать. Сказать что-то плохое про проект, наверное, я и не смогу. Проект, как проект. Я бы сказал, такой вот среднячок. Есть красивые оформленные менюшки, есть какие-то свои интересненькие решения. Да, это непрерывной проект, на который заходишь и только восторгаешься. Но, тем не менее, например, вот настройками худо и настройками высоты, положения худо, мне очень понравилось. Я увидел на этом проекте это первый раз. Ну, а так вот чем-то уж действительно так удивить этот проект не может. Но он также и не может отталкивать. Ну, вот не отталкивает он. Тут что-то есть такое вот интересное. Хотя бы стабильность этого проекта. Здесь нет ни лагов, ни каких-то фриз. Достаточно стабильно себя держит проект. Что тоже, на самом деле, немаловажно. Ну, а в целом, наверное, на этом будем и заканчивать. Если кому-то понравилось, заходите, играйте. Здесь очень легкая экономика. Получайте свое удовольствие. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!